Знания в режиме онлайн. Средние специальные учебные заведения Заполярье перешли на дистанционное обучение в связи с повышенным порогом заболеваемости ОРВИ. Для студентов созданы все необходимые условия, такие как онлайн-платформы и электронные библиотеки. Александра Литкова расскажет подробнее. Аудитории всех учебных заведений округа опустили. Теперь преподаватели и студенты встречаются только на просторах интернета. Для преподавателей, конечно, это вот такой толчок к новым формам работы. То есть преподавателю нужно было пересмотреть, актуализировать материал, подумать, какие новые формы контроля он может использовать, кроме традиционных. То есть это, например, такие как и онлайн-тесты, и видео-уроки, видеоконференции наши преподаватели тоже разрабатывают, уже используют. Значит, это, конечно, большой плюс, это толчок для того, чтобы развивать свою информационную грамотность. То, что сейчас вот так в современном мире очень востребовано. Для обучения используются различные современные образовательные платформы и хранилища, например, Яндекс.Облако. Ну, помимо облака Яндекс мы используем систему онлайн-тестирования, онлайн-тестпад.ком и другие платформы, такие как Интуит, Юрайт, Академия Медиа. То есть в основном это уже готовые системы, готовые решения, которые мы адаптировали для работы в колледже. Особое внимание преподаватели уделяют выпускникам. Дарья Сейко в этом году заканчивает социально-гуманитарный колледж. Впереди у студентки госэкзамены, а также дипломная работа. Плюс есть в том, что можно посидеть, подумать в своей обстановке домашней, что нарисовать, как композицию, как расположить на листе, какую-то идею. Но минусы в том, что надо быстро-быстро за день всё делать и издавать. А так можно посоветоваться с педагогом вживую, объяснить что-то, подскажет, подрисует ещё что-то. А так я отдана сама себе и готовимся мы к экзамену, госэкзаменам. Кстати, на дистанционное обучение перейдут и школьники после окончания каникул. На страничке «Домашние задания» будут получать ссылки, будут получать домашние задания, куда ребята могут выходить через ссылки. Сейчас очень много, потому что возможности предоставляют нам различные компании, где могут наши ребята получать те или иные знания, открывать дистанционно те или иные уроки, которые рекомендованы в рамках прохождения учебного материала. И, соответственно, не просто просмотреть, но также выполнить задание и отправить обратно это задание, выполненное уже непосредственно самому классному руководителю. Что касается досрочной сдачи государственной итоговой аттестации, то она перенесена на основной период в июне. Изменения коснулись и сдачи всероссийских проверочных работ. Сроки продлены до 25 мая. Напомню, дистанционное обучение продлится в школах округа с 30 марта по 12 апреля.